Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в MySamaCar. Сегодня, как мы и планировали, друзья, будем играть по-крупному со свином. К сожалению, я оставил, ну, я думаю, многие заметили, что я оставил всё-таки 50 марок у него и не забрал их обратно, так что придётся снова набрать эту сумму, 4100 марок. Я специально приехал в город на мопеде для того, чтобы засейвиться. Сейчас быстренько обратно подъедем. Пару ставочек сделаем небольших, выиграем необходимую сумму и будем уже играть по-крупному. Скорее всего, с первого раза не получится. Если мы выиграем машину, мы едем обратно в город, друзья, сохраняемся, и только потом играем на дом. Если мы машину не выигрываем, у нас есть второй шанс выиграть дом. И тогда, в случае, если вы выигрываете дом, автоматически вам возвращается и ваша, и его машина. Так же тоже будет у вас. То есть, обыграть свина есть две попытки. Так что, если мы проигрываем тачку, у нас вторая попытка будет. А если мы выиграем тачку, мы, наверное, её не сохраняемся. Хотя, с другой стороны, можно и не сохраняться. Да, давайте, короче, именно вторая ставка будет решать всё. Если мы просираем, конечно, и дом, и машину, мы, друзья, загружаемся. Уж не сочтите за буст, но мне кажется, так каждый бы сделал. Потому что мы всё же стараемся пройти в кавычках игру. Так, подтормаживаем. И на второй передаче заезжаем к свину. Будет хорошо, если мы первую ставку сейчас сразу выиграем. Хотя, с другой стороны, будет шанс, что последующим мы проиграем. Вот бы, как всегда, вот бы он, как всегда, сначала нам поддавался первые три ставочки, чтобы три победки подряд... Так. Глушимся. Забыл, как глупшиться на секунду. Ну, здорово. Десять часов, друзья. Ещё есть шанс, что Михалыч позвонит. Так, пятьдесят марок мы ставим. К сожалению, наши пятьдесят марок здесь уже не остались. Четвёрочка нам выпадает. Спасибо, что последил, кстати, за телефоном, братишка. Тринадцать, четырнадцать и... Восемь. Блин. Просираем. Пятнадцать, остаёмся. Да, немножко придётся посидеть, друзья, из-за того, что я случайно пятьдесят марок оставил. Так, всё, друзья, но это две победы подряд, так что даже не знаю, ставить ли сейчас. Ну, давайте попробуем. Чёрт не шутит. Может быть, три ставочки подряд? Мы уже выигрывали три ставки подряд, даже четыре или пять. Так что мы сейчас выигрываем машину. Потом, может быть, несколько... Твою мать. А, можно же... Нет, нельзя. Правой клавишей мыши хотел до машины дойти. Потом, короче, несколько обыкновенных ставок, наверное, сделаем. Бросаем песок в глаза. И затем уже на дом играем. А если сейчас проигрываем, то... Да твою мать. Если сейчас проигрываем, то сразу играем на дом. Без всяких небольших ставок. Так, давай быстрее. Я заговариваюсь и перекликиваю. Так, всё. Ставим тачку. Погнали. Шестнадцать. Остаёмся. Но сейчас есть шанс нехеровый победить. Посмотрим. Одиннадцать часов уже тем временем. И мы просираемся от суммы, друзья. Так, значит, пора на дом ставить. Шанс будет ещё больше. Так, набираем. Блин, почему нельзя с помощью правой клавиши мыши сразу переместиться в конец ставки? Так, дом, друзья. Четырнадцать. Опасно, опасно. Но мы берём ещё одну карту. Мне кажется, да, мы уже здесь всё запакапили. Так что загружаемся, друзья. Большинство из вас уже видело, что будет, если мы проигрываем дом и автомобиль в доме. Потом в вашем поселится свин. Если кто не видел, можете найти ролик. Я уже всё это демонстрировал. А если машину вы потеряете, вы просто не сможете её завести без отвертки. То есть ключа у вас, по сути, не будет. Так что загружаемся, друзья. И ещё одна попытка. Вторая попытка. Играем на автомобиль. Вытаскиваем девятнадцать, и это прям совсем большой шанс выиграть тачку. Но, скорее всего, следующая ставка будет провальной в таком случае. Но посмотрим. Сделаем тогда пару небольших ставок, или, может быть, даже одну. Так, у него там король и куча мелких. Да, мы выигрываем автомобиль. Теперь делаем небольшую ставку. Остаёмся семнадцать. Сейчас проверим, повезло бы ли нам, если бы мы дом поставили. Ну, смотрите, у него мелкие там пошли. Тройки, по-моему. Сейчас он наберёт нужное количество. Ну да, да. Он выигрывает. Так, и вот сейчас мы, наверное, всё-таки поставим давайте дом. Просто если я сделаю маленькую ставку и проиграю, мне уже не хватит на дом. Соответственно, нужно будет ещё одну до одной победы. Так что мы сразу ставим на дом. Получаем шестёрку. Хотя бы десяточку сейчас вытянуть, и будет уже хорошо. Так, нормально. С шестнадцати мы остаёмся, пожалуй. Есть шанс. Опять он небольшой. У него там король или дама. Давай короля ещё, херач. Ах ты сволочь. И мы теряем свой дом, друзья. Вторая попытка не закончилась успехом. А не могу я опять машину, например, поставить? Я же выиграл машину. Поставить её снова я не могу, наверное, да? Да, всё. И теперь мы только на деньги можем играть. Окей, окей. Загружаемся, друзья. Третья попытка, дамы и господа. Снова играем на машину. Если сейчас проигрываем, играем сразу на дом. Так, аккуратно. Главное не скипнуть. Поехали. Девяточка. Блин, ну опять, наверное, большой шанс будет выиграть, если мы сейчас десятку вытаскиваем. Восемнадцать тоже, в принципе, нормальная сумма. Давай, набери двадцать одно. Я позволяю тебе. Разрешаю. Набирай. Чё ты там набрал? Ну, мы выиграли опять машину, друзья. Ну, даже не знаю. Давайте попробуем на дом поставить сразу. Может быть, нам снова повезло и несколько ставок подряд. Это значит, вторая ставка подряд заходит. Сейчас есть очень большой риск просрать всё в очередной раз. Но ничего страшного. Поиграем. О, девятнадцать. Блин, неплохая сумма. Неужели он сейчас двадцать одно наберёт? У него там король. К слову говоря. Давай, дама! Сукин сын. Давай сейчас даму. Чё у него там? Всё. Изи, друзья. Изи. Изи. Победка, телефон, не трогай. Твою мать. Он же сейчас провалится. Сын, успокойся. Вот сюда вон давайте поместим. Ты чё, меня забодать решил? Или телефон всё-таки мой угробить? Пошёл отсюда нахер. Это мой дом теперь. Бали с моего дома. Вот сюда давайте на верхнюю полочку. Давай, я тебе дверь открою. Всё, до свидания. Ну, в принципе, он дырку нашёл всё-таки. Всё, друзья. С третьей попытки, конечно. Хорошо, что он фургон ещё не снёс. Кусок дерьма. С третьей попытки. Но мы всё же выигрываем и дом, и автомобиль. Теперь осталось избавиться. Я потушить сигарету ему пытаюсь. Всё-таки это моя территория. Я не разрешаю курить на моей территории. И вообще здесь ползать. Поэтому он и сваливает прочь. Так, надо закончить дело. Вот и всё, друзья. Дом наш. Автомобиль наш. И, блин, можно попробовать сейчас прямо избавиться от осиного гнезда. Закинув тачку в озеро. Но дело в том, что у нас фургончик. И он, опять же, неполноприводный. Вытащить потом машину мы, возможно, даже и не сможем. На самом деле. И было бы здорово предварительно сохраниться. Сколько там? 11. Да, давайте предварительно сохранимся. Теперь нам доступ к этому туалету разрешён. Теперь, правда, ни хрена не видно. Потому что 12 часов ночи. Да, и всё. Исчезло. Телефончик, главное, на месте остался. Так, значит, мы сейчас будем подсвечивать, наверное, территорию с помощью фар. Ночью, конечно, не очень здорово. Работать сейчас над уничтожением осиного гнезда. Но, опять же, заняться нам больше нечем. Так что мы возьмём телефон. Переместим его куда-нибудь поближе, чтобы звонок, если что, мы... Слышали. Так, временно придётся. Блин, жалко в одной... Почему наш персонаж не может в одной руке держать грёбаный фонарик, а в другую руку взять какой-нибудь другой предмет? Так, ну давайте засунем, наверное, в фургончик. Телефон. Я надеюсь, смогу его нащупать в случае чего. Теперь возвращаемся за фонариком. Заведёмся сейчас. Наверное, сразу подъедем к гаражу. Ну, пожалуй, так можно... А, в салоне уже включён свет, потому что я открыл дверь. Так, вот теперь мы его включаем повторно. Заводимся. Включаем фары. Будем освещать для себя территорию. Задняя передача. И аккуратненько разворачиваемся. Подъезжаем к гаражу. У нас всё равно не получится, мне кажется, именно достать потом машину. Я уже куда-то вхерачился, по-моему, в дом. В этот сгоревший или нет. Нихрена не видно. Засугнуть универсалу, поместить под воду мы-то сможем. А вот достать будет проблематично потом. Давайте так пока поканёмся. Возьмём ручник. Так, теперь нам нужен будет фонарик. Гаражные ворота выламывать не надо. Так, теперь было бы неплохо снять ручник универсала. Но, возможно, осы тут же на меня нападут. Так, а почему фонарик вдруг выключился? Посмотрите, он сам выключается по какой-то причине. Но ручник я снял. Так что можем теперь тянуть трос. Могу это сделать с фонариком? Да, но, слава богу, хотя бы трос мы можем взять вместе с фонариком. Так, ну что-то подцепить не особо получается. Вот он. Был пиксель необходимый. Давай, где ты? Так, всё, с горем пополам я подцепил. Теперь, в принципе, можем попробовать аккуратненько сдвигать автомобиль. Естественно, в зеркалах ничего, в зеркалах нихрена не видно будет. Потому что тёмная ночь. Так, я на ручник ставил первая передача и попробуем туда-то вглубь. Ну нет, мы даже не тянем, по-моему. Или бы тачка застряла, и я даже ничего увидеть не смогу. Такое ощущение, что оно на ручнике стоит, но, видимо, не хватает мощности. Я вроде как снял ручник, можем повторно попробовать ещё. Но мне кажется, это всё же бесполезно, друзья, так что нужно будет отложить спасение универсала от ос. А, она-то просто застряла. Нет, всё-таки она застряла. Ладно, тогда попробуем, давайте, немножко сдать назад и правее повернуть. Может быть, тогда получится. Тем временем, 12 ночи, друзья. Михалыч, естественно, не звонит, кусок он говна. Так, сдаём назад. До упора. Теперь смещаемся немного. Так, пошло, поехало. Всё, мы её вытянули. Ну да, затянуть мы обратно не сможем. Давайте посмотрим, есть ли здесь идеальное место. Без горочки. Так, что-то меня развернуло. По-моему, я не тащу уже машину. Или она где-то в дереве застряла. Или нет, всё-таки двигаемся. Мы очень медленно, но двигаемся, друзья. То есть, если будет какая-то наклонная, то достать мы её точно не сможем. Так что, наверное, всё же бесполезно. А тут наклонная везде уже. Я хотел прям идеальную плоскость найти, такой берег, где не было бы заезда наверх. Но здесь везде ведь спуск такой резкий. Достать мы тачку уж точно не сможем, я думаю. Только если руками как-то пытаться тянуть, но обычно это тоже успехом не заканчивается. Можно ещё по периметру вот здесь прокатиться, чтобы наружим получше место. Там уже фарами своими светит Леонид. Ну, кстати... Не, ну здесь всё то же самое. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо сейчас. То есть, зададим даже назад. Здесь всё то же самое, короче, друзья. Наверное, мы сейчас подождём 2 часа звонка от Михалыча. Если его не будет, то будем ложиться уже спать. Хотя вот здесь вот... Нет, всё то же самое. Лишь кажется так деревом. Мы, пожалуй, не будем уже к нему подъезжать. А то сейчас застрянем и мы, и также и универсал. Он уже, по-моему, застрял. Возможно, он уже свалился, друзья. Вроде как нет. Или да. Хрен его знает. Непонятно. Давайте откроем дверь. Пробуем заглянуть. Я его, честно говоря, даже не вижу. Ни в зеркалах, ни даже если голову высунуть. Не знаю, может быть, он побывал уже в озере. Но для того, чтобы избавиться от осинного гнезда, по-моему, универсал должен побыть секунд хотя бы 10 в озере. А если мы его и намочили, то затем чуть-чуть на задние колеса, может быть. Так что мы возвращаемся, друзья. Вот сюда. Давайте ещё проверим. Может, где-то здесь будет более удачный съезд. С другой стороны, вот тут вот кажется, что нормально, но хрен его знает. Давайте попробуем как-нибудь бачком так подъехать. Тихо-тихо-тихо. И сразу, и сразу давануть в сторону. Так, теперь поставим ручник. И посмотрим, где вообще тачка. Она здесь, прямо вплотную. В принципе, можно толчками попробовать её окунуть. Но мне кажется, тачка просто потянет из-за собой фургончик. Давайте попробуем, окей. Главное, чтобы овощи сейчас не вылетали. И не жрали меня. Телефон, кстати, на месте. Давайте его выложим даже. Если я сейчас его обнаружу. Он уже упал, наверное, куда-то. Где он? А вот он. Специальный отсек был помещен. Не нарочно, конечно. Так, мы его расположим где-нибудь вот здесь вот. И давайте ближе к сгоревшему дому. Чтобы у нас был ориентир. Как потом забирать, где найти потом телефон. Вроде как я должен услышать звонок. Так, теперь мы вытягиваем руки. Вытянул. И потихонечку сталкиваем. Автомобиль. Блин, сейчас они, наверное, вылетят. Потому что я близко к кабине. А может и нет. Так, немного. Рихтуем. Уже направили к воде. И совсем немножко окунуть теперь остался. Автомобиль. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально. Я уж подумал, фургончик следом пойдет. Теперь можно сдать немножко слегонца просто назад. Возьмем предварительный фонарик, естественно. Ну или просто убрать ручник. И, наверное, тачка да, потихоньку будет сама смещаться. Чуть-чуть назад. Этого достаточно. Сразу ставится ручник. Поставил. Вроде да. Выходим и смотрим, какая у нас там ситуация. Так, ну нормально. Воды автомобиль достиг. Может, этого на самом деле и хватит. Но, по сути, салон не заполнился водой. Так что мы толкаем еще немного. Может и достаточно. Может, скрипт уже сработал, друзья. Хрен его знает. Если я еще чуть-чуть назад сдам, я, наверное, уже не выйду. Смотрите, я и так на грани, по-моему. По сути, вода уже достигла салона. И он залит. Так, фургон наш назад потихоньку едет. Так что надо, наверное, уже пытаться выезжать. Попробуем, попробуем так. Так, залезем в салон. Если насосы убьют, загрузимся и просто тогда приедем в следующий раз на грузовике уже. Так, блин. Ни хера не видно. Ручник стоит до сих пор. Да. Так, первую передачу. Ну, никак. Или потихонечку я вроде как выбираюсь. Миллиметру. Да, если нейтралку втыкаю, то уже качусь назад. Не тянет. К сожалению, фургон, друзья. Мы вообще не двигаемся. Стоим, топчемся на одном месте. Скрутить руль туда-сюда. Может быть, как-нибудь зигзагами мы сможем выехать. Давайте так попробуем. Это займет какое-то время. Будет обидно, если осы все-таки не сдохли. Жалко, они визуально никак это не показывают. Чтобы гнездо это отвалилось, было бы замечательно. Ну, сейчас вот мы немного едем. Как вы видите, продвигаемся вперед. Так что, есть шанс потом совершить большой рывок. Из воды я тачку, наверное, уже должен был вытащить. Теперь осталось чуть-чуть с бугорка съехать. Я не вижу, честно говоря. Может быть, она до сих пор в воде, на самом деле. Никогда же не видно. Так, ну, я все еще продвигаюсь, да? Но вот сейчас уже медленнее стал продвигаться. Может, попробовать в одну сторону какую-нибудь выкрутить руль. Нет, все, вот теперь или продвигаемся. Не, продвигаемся, продвигаемся, но совсем, совсем чуть-чуть, смотрите. Смотрите, вот сюда вот можно заметить наше продвижение. Руль уже бесполезно крутить в разные стороны, хотя, вот снова рывки пошли. Можно сейчас выйти, попробовать подтолкнуть машину, поставить на ручник. У нас будет какое-то время, пока универсал не стянет обратно наш фургон. Блин, на самом деле мы ни хреново продвинулись. Что-то как-то не заезжаем все-таки. Топливо, кстати, полкбака осталось, нужно будет потом фургон заправить, заехать в город. Ладно, давайте воткнем нейтралку, попробуем ручник поставить и подтолкнуть автомобиль. Не, он еще не выехал. Он еще не выехал, у нас есть шанс помочь нам самим себе. так. Мне показалось, ни хрена не видно. Вроде как смещаем, конечно, боком. Да, нормально, нормально, нормально. Но она возвращается потом назад, да. Нужно два игрока, чтобы один тачку на берег тянул, а другой газу давал. Мы затянули, друзья, но сейчас, пока я побегу к фургону, скорее всего, машина обратно упадет, потому что натянуть трос нельзя. Давайте вот так развернем. Да, вот так будет нормально. Она хотя бы не укатится вниз. Теперь мы быстро запрыгиваем, садимся. Так, снимаем ручник, первая передача, да, и все, мы ее вытащили. Теперь вопрос в том, зря мы это все делали или нет. Машина там пока разворачивается. Все, ставим ручник опять. Да, твою мать. Пусть работает, короче, дворники, наплевать. Михалыч не звонит, Тем временем, я не знаю, он перестал нам звонить. Все, он забыл про нас. Похоже, мы никогда не сможем разбогатеть. Он просто не звонит. Давайте поставим сюда телефон. Уже три часа ночи. Если до четырех не звонит, то он уже и не позвонит. Так, трос мы убираем и пробуем залезать, заводиться. Посмотрим, получится у нас или нет. Пока они не вылетают, но они могут в любой момент это сделать. Так, где зажигание универсала? Это фары. Где-то с этой стороны, по-моему. Да, вот. Зажигание. Заводимся. И тут же глушимся. Надо не газовать. Все, завелись. Ручник точно снят. И едем. Вроде не вылетают, друзья. Может быть, я его уничтожил. Хрен узнать. Я уже достаточно долго нахожусь в салоне. Они пока не вылетели. Я даже завелся. Даже прокатываюсь. Но они по-прежнему не вылетают. Так что, видимо, миссия завершена наша. И универсал в рабочем состоянии. Топливо давать не будем тратить. Поставим ручник. Нужно будет потом универсал заправить. У нас как раз есть мопед для того, чтобы перемещаться туда-сюда. Сначала мы отвезем универсал, потом вернемся за фургончиком. Ладно, друзья, звонка уже не будет сегодня от Михайловича. Да, так что на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры 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 Субтитры